Я прошу посмотреть на эту элементарную карту и понять, что произошло. Вот видите, вот это Славянск-Леславянск, вот это Краматорск и так далее. Значит, граничка-то у нас была как-то вот так, понимаете? И вот этой штуки узкого перешейка не было, а теперь он есть. И если вот так вот атаковать Донецк с тем, чтобы отрезать достаточно трудно, то когда вот есть такая вот горловинка, это намного проще. А теперь сдали Северск, эту горловинку удлинили. А господин Бородай заявил, что надо будет сотни тысяч эвакуировать из Донецка. Значит, когда эту горловинку сократят и удлинят, то вот здесь вот можно будет донести с двух сторон удар и этот самый Донецк окружить. И уже сейчас гораздо легче разорвать линию Донецк-Вуганска, которая имеет стратегическое значение. Вот этих вещей никогда не допускают. А они состоялись. Это называется героическая оптимизация обороны. Вторая фаза. Третья фаза будет заключаться в том, что это будет кольцо, а четвертая фаза будет в том, что героическое кольцо, так сказать, будет героически гибнуть, после чего произойдет пятая фаза, которую мы обсудим отдельно. На сегодняшний день ситуация на юго-востоке Украины выглядит так. Утром появились сообщения о том, что украинские военные, накануне занявшие Миусинской Пантелеймоновку, штурмуют один из ключевых стратегических центров – город Красный Луч. Если силовики выбьют из него ополченцев, то плотное кольцо замкнется, а Донецко-Горловская группировка войск Новороссии окажется в окружении. Вот этих вещей никогда не допускают. За них расстреливают.